Добро пожаловать! Только за месяц по безвизу нашу страну посетило под 10 тысяч граждан ЕС. Больше половины литовцы. Граница с синёкой открыта для иностранцев уже не первый год. Соседи охотно пользуются предложением. Едут на закупы товаров, за топливом и просто погулять. В ответ белорусы обычно получают нож в спину. То к Сувальскому коридору стенут войска НАТО, то закроют пункты пропуска, то намеренно снизят проходимость КПП. Люди от безысходности буквально живут на границе. Перед Новым годом очереди из авто достигали вселенских масштабов. В соцсети заполонили ролики о муторных часах ожидания. Артём Щербов не один год отработал на родине, но молодого человека манила дорога. Не было как-то такого опыта на тот момент, и не везде меня могли взять. И всё бы хорошо. Пять лет молодой человек исправно трудился, работал на имя. Но честность сыграла с ним злую шутку. В очередной раз, запросив вид на жительство, обычные для этой работы дела, водителю-международнику отказали. Причина до безобразия проста. Я могу быть белорусским шпионом, завербованным спецслужбами. Я несу прямую угрозу литовскому суверенитету. Могу быть опасен для общества. Клевок в спину, иначе такое отношение к людям назвать нельзя. Человек был нужен, честно выполнял порученное, но стал неугоден на пустом месте. И это в то время, как Литва на каждом углу кричит о свободе прав. Когда отказали, было прям неприятно. В один момент по какой-то причине, которая не является вообще правдой, тебя лишают работы и запрещают въезд в другую страну. Хотя со стороны фирмы, ни у кого у меня никогда никаких вопросов не было, я всегда выполнял свою работу. Идентичная история случилась и с Анатолием Тихановичем. Ему тоже три года доверяли, а потом резко перестали. Нашли в лице водителя большегруза прямую опасность в стране. Был отказ на вид на жительство и запрет на въезд в Литву на пять лет. Соответственно, в момент получения отказа мне был дан один месяц на то, чтобы покинуть Литовскую республику, сдать вид на жительство и на этом все. Демократия и дорога. Открытая, честная Европа в заши выгнала работяг белорусов, поставив крест на работе и въезд в Европейский Союз, одним движением перечеркнув планы на жизнь. Все говорили, что в Европе прямо свобода слова, могут быть разные твои политические взгляды, это никак не влияет на работу. Ну, то есть, да, каждый человек – это личность, со своими личными убеждениями. Но в тот момент, не разобравшись и, можно сказать, не имея никакой информации против меня, на основании просто своих выводов закрыли мне вид на жительство. История точь-в-точь случилась и с Николаем Чураковым. Имя и фамилия вымышлены. Мужчина пожелал остаться анонимным. Водитель-международник, отработав 10 лет в странах ЕС, в очередной раз подал документы в миграционную службу. Спустя пару дней его вызвали для уточнения некоторых вопросов. Каково было удивление Николая, когда он услышал, что от него нужно? Надо, чтобы ты помогал нам. Поедешь домой, надо, чтобы ты посмотрел, как бы, где, есть ли русские в твоем городе, на Кранице, там, будешь когда ехать домой, посмотри российскую технику, солдат, белорусские части, где-то усиление, никогда такого не было. Ну, время меняется, ситуация меняется, поэтому ты же хочешь у нас работать. Я говорю, ну, да, хочу продолжать. Ну, вот, поедешь, нам надо сделать. То, о чем попросили литовцы-белорусы, между прочим, уголовная статья, по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, если человек добровольно и своевременно заявил в госорганы о совершенных действиях, он освобождается от уголовной ответственности. Я чувствую, что кто-то нарушает, то есть, как бы, ну, или предаю свою страну, вот, я, как бы, никогда таким не был и всегда хорошо относился, а тут, как бы, так и просят, то ли посмотреть что-то непонятно зачем, что с этим будет, что со мной будет, что с семьей. Я начал опасаться и сказал, что, типа, знаете, я, наверное, не соглашусь. Кроме бесконечного выдуманного страха, на любом этапе европейцы очень тщательно относятся к подбору персонала. Прежде чем подать документы на визу или в УНЖ, каждый должен пройти анкетирование. От ответов зависит результат. Самый важный вопрос – кому, по вашему мнению, законно принадлежит Крым? Действительно, это ведь важнее знаний ПДД или правил перевозки грузов. В отличие от стран ЕС, беларусь своих не бросает. Рабочие места есть, зарплаты растут, соцобеспечение на должном уровне. Кто хочет заработать, тот сможет заработать где угодно. И лишь тот, кто ищет поводы и причины, будет постоянно во всем винить кого-то другого. То есть, вот, надо рассчитывать только на себя, и все получится. Работа есть, и деньги платят. Я решил и с семьей быть поближе. Уже, скажем так, наездился, накатался. Жена сказала, ну, надо побыть рядом. Я каждый день дома, я с ребенком даже в сад стал заводить. Своё родное. В жизни нет ничего важнее семьи и домашнего очага здоровых близких. И никакая даже самая высокооплачиваемая работа их не заменит. Особенно это ощутимо, когда политика европейцев путает берега.